Здравствуйте! Это программа «Важная тема» на ТНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Сегодня в нашей студии заслуженный артист Карелии Вячеслав Поляков. Вячеслав, здравствуйте! Добрый день! На сцене Национального театра Карелии вы, как режиссер, ставите «Ухтинскую кадриль». По пьесе того же драматурга, это я для телезрителей замечу, что написал сценарий к фильму «Любовь и голуби». Владимир Гуркин его зовут. О чем же будет «Ухтинская кадриль»? И если я правильно понимаю, то изначально у автора кадриль «Прибайкальская». «Прибайкальская кадриль» у Гуркина называлась пьеса. Почему «Ухтинская»? Ну, во-первых, «Ухтинская кадриль». Почему? Потому что дело все-таки происходит в Карельской деревне. Ухта – это все-таки Калевальский район. И пьеса переведена на северно-карельский язык. И мы решили сделать «Ухтинскую кадриль». Именно потому что, вот я знаю, народный театр в Калевале, они взяли эту пьесу и переделали ее под себя. Мне это очень понравилось. И мы решили тоже сделать вот такой спектакль именно про Карельскую деревню. Привязано к конкретной деревне, где, по сути дела, молодежь уже отсутствует. Остались только папы, мамы да старики одни. Потому что сейчас из деревень все уезжают. Им грустно, скучно, делать нечего. И они начинают заниматься интригами, анекдотами. Веселить себя. Веселить себя абсолютно правильно. И у нас вот эта история будет про такое вот веселье, про любовь, интриги, анекдоты. В вашем режиссерском прочтении насколько сильно изменится сценарий? Сценарий не изменится в принципе. Потому что для меня очень важно. Я вообще не люблю изменять автора, когда мы делаем какие-либо постановки. Я очень придирчив к тексту. Единственное, что мы дополняем его немножко такими карельскими присказками. Приметами, чтобы погрузить в карельский мир наших героев и нашего зрителя замечательного. То есть все останется как было у автора? По замыслу автора, то есть там две семейные пары попадают в какие-то смешные истории? Абсолютно, да. Такая история, как у автора ничего не меняется. И жены меняются мужьями. Жены меняются мужьями. А где-то я прочел, что на эту пьесу, посмотрите этот спектакль, этот спектакль стоит семейным парам. Не разрушите несколько ячеек? Мне кажется, что это абсолютно какой-то даже правильный ход. Но они на самом деле не изменяют внутри. Они думают, что они изменяют. Друг друга проверяют, там за стенкой подслушивают. Вот если там шуру-муры какие-то начинаются. Но на самом деле психологически они абсолютно правильно это делают. Они чистятся. И я вот так думаю, да, вот если бы мы поменялись и со стороны друг на друга посмотрели, они стали лучше, добрее, любить больше, стали прислушиваться друг к другу. И такой какой-то абсолютно правильный ход, чтобы почистить себя и свою душу. Потому что иногда отношения уже в тупик заходят. Надо на себя со стороны посмотреть. То есть спектакль будет еще и полезен? Абсолютно полезен, да. Мы сейчас как раз вот это разбираем. Нам интересно, как отношения потом складываются, когда ты к жене возвращаешься, ты абсолютно к ней относишься совсем по-другому. Новые-новые какие-то краски, ты чистый. Как вот с нуля, грубо говоря, почистился. Мы уезжаем на гастроли, время проходит, и ты понимаешь, господи, как я люблю свою семью. Я, в принципе, люблю свою семью и жену. Но неделя проходит, две, а бывает мы на месяц отрываемся друг от друга. И ты понимаешь, насколько ты любишь своего человека. Кто актер этого спектакля, только ли из Национального театра? Актеры, конечно, из Национального театра. Ольга Портретова, Тамара Воронова, Олеся Леонтьева, Андрей Горшков и Алексей Белов. Для этих ребят знаю, это замечательная команда, с душой репетируют, делают. Мы с ними поставили уже не один спектакль вместе. Доверяем друг другу, смеемся на репетициях. Можем так сказать, где-то можем и с матерком сказать. Ничего страшного. Настолько друг друга понимаем и знаем, что некоторые вещи просто нам не надо объяснять. Я вообще очень щепетильно отношусь к команде. Для меня очень важна команда в данном проекте, да и во всех проектах, чтобы люди чувствовали себя комфортно, душевно, любили друг друга, смеялись, шутили. У меня замечательный художник Егор Кукушкин, замечательный композитор Вячеслав Терентьев. Все это происходит в замечательном театре, Национальном театре Республики Карелы. Вы в одном из интервью сказали, что хотите поставить праздник. Праздник как-то, само слово праздник, оно как будто что-ли громкое такое, да? Вам театрального пространства, сцены хватит для того, чтобы получился праздник? Или это такой праздник северный, очень скромный? Хороший вопрос. Действительно, я хочу сделать праздник. Кадриль, музыка, все должно лететь, любить, лемби возрастает. Все накануне праздника происходит, Иваново дня. Все будоражит, кровь, адреналин. И почему они начинают попадать в такие истории, анекдоты любовные? Нам, честно говоря, маловато малой сцены. Мы хотели бы выйти на большую сцену, но в таком все-таки формате камерном. Ну, не совсем камерном, больше, чем камерном, но больше, чем малая сцена. Зритель сидит с нами, он же участвует в наших хороводах, в песнях, танцах. Где-то я хочу так закончить, где-то уже открываю какие-то завесы тайны. Для меня, конечно, каждый спектакль как праздник, но здесь мы хотим сделать именно праздник именно со зрителями. В конце это заканчивается тем, что мы все вместе хорошо там выпьем со зрителем. Наверное, это будет компот. Я знаю, что у вашего спектакля какие-то очень необычные декорации, и их принимала какая-то специальная комиссия даже. Ну, комиссия... Комиссия не комиссия, но... И уже просто вместе думаем, как это, вот эту кашу, как мы ее заварим. Экспертный совет такой. Ну, экспертный совет, да. Директор смотрит, главный режиссер Андрей Анатольевич Дижон. Ну, да, бывают какие-то там невыполнимые проекты. Нет, это не пойдет. Например, это нет, это в копеечку вылетит. Или нет, ну, Вячеслав, вы представляете, что вы хотите сделать? И это, конечно, мы, как говорится, мы должны договориться на берегу, да, чтобы потом куда-то вместе... Не упиралось все, да, в неправильные декорации, да? Ну, да. Но больше техсовет, конечно, нужен для технической части. Что же за декорации такие? Я знаю, что они многофункциональные. Ну, это, в принципе, вообще синтез такой театральный. Сейчас в театре как бы принято делать мобильные декорации. И вот Ирина Павловна Шумская, наш директор нашего театра, она тоже говорит, что хорошо, Вячеслав, делать мобильные декорации, чтобы их возить, вывозить на гастроли. Да, мы еще и на гастроли, чтобы удобно было ездить. Ну, очень часто, да, ездим на различные фестивали. И очень много нас везде приглашают на фестивали различные. И это тоже способствовало нашей идее. Ну, вот такая некая конструкция. Крыша разъезжается на две печки, она же дом. Переворачиваются, это уже двери. Тут же и заваленка, тут же и забор. Тут же какой-то и корабль выстраивается. А всего-навсего это вот такой небольшой треугольный кубик, который трансформируется, и замечательно там артистам удобно играть. Мы не хотим сделать прямо такой бытовой классический театр, развернуть вот дом одной семьи, дом другой семьи. Все-таки театр больше, мне кажется, с условностей какой-то включается через палочку к большему. И в этом больше театра, мне кажется. Поэтому такая вот мобильная интересная декорация у нас. А зритель сидит на шинах. Почему на шинах? Ну, потому что это все происходит в такой деревне, и они тоже жители этой деревни. Ну, на шинах у нас будут там специальные доски, конечно. Не просто на шинах он сидит. Для пожилого зрителя у нас есть комфортные там скамеечки чуть дальше. И вот эта вот шина, этот символ спектакля, солнце. Если вы заметили, сейчас по весне очень много вот этих шин, покрышек, которые вот скидываются. Заметили. Заметили. И вам как раз и поприведилось. А вы знаете, да, это тоже какой-то символ спектакля. Мне кажется, сейчас что-то страшное творится с этой пластмассой, с резиной. Вы закидывают деревни, устраивают свалки. Это мне, знаете, по сердцу режут ножом. Мне как-то обидно за наш край. И спектакль как бы немножко намекает на это. Намекает на это. И поэтому, что люди-то в резине. Мы все в резине. Ваш спектакль, я знаю, что пойдет на двух языках. А нужно ли этот спектакль ставить на том же финском языке? Поймут ли его за границей? Вот если взять ту же «Любовь и голуби», едва ли это произведение успешно за границей? У нас будет спектакль идти на двух языках. На русском и карельском. А, на карельском. На финском. У нас северно-карельский язык, но он очень приближен к финскому. И финны понимают этот язык. Поэтому дальше карельский язык, он все-таки даст этому спектаклю определенную атмосферу и колорит. Мне кажется, это хорошо. Мы очень хотим сделать на двух языках этот спектакль. Что касается Финляндии, им интересны эти истории. Им они вообще говорят, что вы делаете свои хиты и привозите их на языках. На финском, на карельском. Нам это интересно. Интересно про вас. Что у вас. Культура другого народа. Да. Мы иногда делали финских классиков. Им это интересно. Но они это все знают. Они это все знают. Им интересно наши какие-то произведения. Они говорили в частности и про классиков, и своих авторов. Поэтому они ждут просто вот таких историй. Мне кажется, это там очень хорошо. Это зайдет этот материал. А в кадрилле будут ли актеры поставлены в какие-то непривычные для них условия, может быть, рамки? Может быть, им придется на чем-то играть, петь? Будут ли живые музыканты? То есть, когда вы впервые рассказывали актерам, что собираетесь поставить, был ли кто-нибудь из них шокирован, удивлен? Дело в том, что, да, у меня есть насыщенные спектакли, как сказка о папье работники Балде, «Сын медведь», где артисты играют полностью на музыкальных инструментах вживую. И я так не люблю повторяться. И это такой у меня уже где-то ведь тоже человек, седьмой спектакль у меня уже получается, как у режиссера. И человек штампуется. Конечно, я очень люблю живые инструменты. Но здесь мы выбрали чистый ключ. Я иногда актерам такой жанр, мы так определили стиль спектакля, родниковая вода. Чистый, прозрачный, они иногда удивляются. Да, так просто, и все, без наворотов. Ну, от вас дождут уже чего-то. И я хочу, чтобы вот зритель пришел и увидел. Мы не спешим никуда. У нас не такие темпоритные, как в больших городах. Иногда просто хочется умыться вот этой родниковой чистой водой, без примесей, без коктейлей, без миксов всяких. Переворачивать все вверх к дну. Все это надоело, если честно. Мне хочется сделать вот такую. Они говорят, да, так просто, ничего не будем там вот это, это делать. Да, и кривляться не надо. Да, это не надо делать. Я абсолютно хочу вот такой спектакль сделать. Смешной, юморной, романтичный, любвеобильный, чистый, чистый, как родниковая вода. Последний вопрос. Когда ждать премьеру? Премьеру будем ждать осенью. Наверное, это либо октябрь, либо ноябрь. Дальше. Все это время вы будете работать над спектакльом? Все это время мы будем работать, исключая летний отпуск, где в июле и в августе мы все-таки немножко должны отдохнуть, чтобы зарядиться солнечной энергией, чтобы пойти дальше. Вячеслав, спасибо, что пришли. Удачные вам премьеры и ждем в этой студии вас. Да, спасибо, что позвали. Приду с удовольствием. Приходите к нам. Я напоминаю, что это была программа «Важная тема» на ТНТ «Онега». Этот и другие выпуски ищите на сайте tnt.defisonego.ru, а также заходите в нашу группу ВКонтакте. Всего доброго, до свидания.